Встреча с Дунаем 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 Брал ее рядышком, получался канал. Таким образом, получилась там сейчас до 40 километров канала общая протяженность по Вилково осталась. И вот весь город, который мы проехали, все поднято из ила. Дома строили тоже из тростника, до сих пор строят так же самое. Сейчас уже ставят фундамент, раньше были сваи. Потом деревянный каркас дома. Потом тростник, очень толстые стены. И с двух сторон обмазывается этим же илом. Белится 7-8 раз. Получается зимой очень теплый домик, летом прохладный. В судьбе липован, ревнителей старой веры, осевших в Придунавье, легких времен не бывало. На чужбине они были людьми бесправными. Однако сумели все же отстоять свою веру при постоянно менявшейся власти. Так в ходе русско-турецких войн, начатых еще в правлении Екатерины II, земли Придунавья неоднократно переходили то к одной стороне, то к другой. Потом на эти территории стала претендовать Румыния. В середине 19 века граница между Турцией и Румынией поделила город Вилково на две части. Лишь в ходе Второй мировой войны в 1944 году места эти окончательно отошли Советскому Союзу. И как не пыталась потом советская власть изменить отношение липован к их устоям, обычаям и вере, ей это не удалось. Упадок после развала советской системы липовани восприняли как очередные трудности, которые всегда так успешно преодолевали их единоверцы. Как всегда, выручили традиционные промыслы. Рыбная ловля на Дунае, сады и огороды на островах с их южным изобилием и возрождаемое виноделие. Я люблю землю, поэтому, может, и привлекать на меня от нее. Я люблю землю. Вот, когда увидишь вот такое, и хочется работать и работать. Буквально вчера жалела, почему не круглый год лета. Сладкий сок. Пчелы летают, много пчел. Поэтому вино будет хорошим. Сладкий виноград. Собран на островах Придунавия. Вот. А это мой сын приехал специально с Киева, чтобы помочь мне сделать вино. Каждое новое поколение староверов вносит свой неповторимый колорит в жизнь деревень или городов, в какой бы точке земли они ни находились. Городов много больших, но таких, как наш город, их можно просто пересчитать по пальцам. Их мало, но они очень красивые. Вот я считаю, что без нашего прошлого нет у нас будущего. Нельзя сказать, какие традиции нужны, какие не нужны. Все покажет время, какие отживут себя, какие останутся. Староверы любят свое прошлое, чтут свои традиции, основой которых была и остается заповеданная предками вера. Они знают, что так было всегда, и пусть пройдут столетия, и многое изменится в окружающей жизни, но их устои, скорее всего, сохранятся.